Уже через считанные минуты начинается стадионный турнир хайфайтинга, где встретится Харун Базио против Емилия Наврузова, Пирайо против Абасова, Яков Букин против Муслима Кутуева и еще много-много других интересных боев. Переходите прямо сейчас в мой телеграм-канал и смотрите прямую трансляцию всех этих боев абсолютно бесплатно. Поторопитесь, трансляция скорее всего уже идет. Ну а кто опоздает, сможет посмотреть в записи. Ссылка на телегу в описании и закрепленном комментарии под этим видео. Харун Базио перед боем с Емилем Наврузовым сегодня заявил, что будет рубиться с ним с первых секунд боя и не будет экономить силы. Послушайте. Себя агрессивно. Ты говоришь, клянусь выше, ребят. Первый раз, когда ты с агрессивной, это самый первый бой, где я агрессию, а с агрессией клянусь, брат, где я свою агрессию показываю. На эмоциях. Я боюсь, знаешь, из-за чего? Что я наиболее поддамся. Я вот максимально пытаюсь сейчас держать себя и выпустить это в октогольник. Я не знаю, что там произойдет, но там нечто. Нечто такое произойдет, что силы выпущены. Ты просто будешь сили его там, ну... Не, вы понимаете так, сохранить силы до второго, до третьего раунда. С первого раунда, брат, я всю обойму на него пущу. У нас был плановый его предел. Будет такое стремление просто вот убить там руку. Вырвать, вырвать. Я ему обещал эту руку поломать. Как вы все, скорее всего, знаете, после хайп-реалити Наби Набиева задержали в аэропорту, когда он летел домой. Ему грозит реальный срок за избиение толпой Аркадия Осипяна. Так вот, сегодня Наби приехал в клуб «Левиное сердце» и публично принес извинения перед Аркадием Осипяном и его командой. Посмотрите. Палмалейку, всех приветствую. Между мной и Аркадием получилась очень неприятная ситуация. Все, наверное, уже все видели. Да, я виноват. Мужчины должны признавать свою вину. Хотел бы принести извинения стороне Осипяна, его брату, семье, тренеру Гульбергу за ту ситуацию. Так как посадал очень много невинных людей. Я уважаю всей нации. Мы живем в одной стране. И тем более вот эту ситуацию, вот этот конфликт не нужно было приплетать. И что хотел бы к этому сказать. Ну, с нас много, молодое поколение берет с нас пример, и это не является примером для них. Вот Аркадий хотел бы порадить ему еще раз в руку, если есть у тебя какие-нибудь обиды. Я бы хотел добавить еще. В первую очередь хотел бы обратиться к молодым спортсменам, а также к руководителям организаций и клубов. Не допускать таких ситуаций. Слава Богу, обошлось без последствий. Конфликт у нас исчерпан. Таких ситуаций не должно быть в профессиональном спорте. Это взаимно.